Всем привет, дорогие друзья! Света, шагай вперед! Шагай вперед, я сказала. Не хочется. Мы со Светой едем в город. У нас, помните, Света, какой подарок мечтала? Наращивание. Но наращивание мы делать не будем. Мы будем ей делать просто укрепление гель-лаком. Ногти. У нее длинные свои ногти. Фотографии я вам ставлю. Поэтому мы записываем сегодня к девушке на 4 часа. И вот сейчас мы поедем с ней. Ну, мы поехали по Рамсе для того, чтобы зайти еще бумагу для принтера купить. Да, Тайсон? Тайсон, скажи всем привет. Да ты моя, Света, ну поздоровайся. Видишь, она тебя как. Ладно, идем на автобус. У нас сегодня, кстати, мороз. Минус. Что было минусы? 32 градуса. Ладно, едем в город. Приехала уже домой. Печатаю документы. Ну, копии делай мне надо. А копию сделать в садик. Вот делаю. Правильно, неправильно не знаю. А тут крыси Ильюхины. А что вот эту доску вы все еще не вынесли ломаную? Надо ее, наверное, печки сжечь. Куда она нафиг нужна? Ладно, сейчас напечатаю. И потом наполовину в садик поеду. У нас вечер, и я бегу на автобус. Поеду в садик за маленькими. Так как у нас сегодня мороз. Ой, что-то я не смотрю, что снимаю. Я это... На автобусе что утром, что вечером иду. Пешком как-то это... У нас минус 30 градусов. Поэтому на автобусе бегу. Время уже 20 минут. Я успеваю. Печатала-печатала документы, но времени не смотрю. Смотри, уже 20 минут. Побежала бегом. Не успела допечатать с стороны документы. Завтра уже допечатаю, да, отнесу. Ладно, идем на автобус. Пришли мы, ребята, уже с садиком. Муж у меня готовит кушать. Видать, борщ варит. Теперь я, видимо... А, борщ сварил уже. Сейчас покажу вам. Но не это, что я показать. Я показать, что я сегодня купила. Но я ему станки купила, он уже убрал. Дальше, что я взяла. Вот такой вот шампунь купила у нас детскую. Марина, смотрите! Прям в нос. Ванилькой пахнет шампуньком. Вот такая шампунька. Подожди, Ваня. Мне в магните дали вот такой вот журнал. Там вот определенные суммы нельзя. Это кулинарный журнал. Дается это. Потом взяли вот такие вот для кошечек. Но это не для кошечек, это нам для крыс их надо. Потом Света взяла себе вот такой бальзам. Ваня, подожди, положи. Вот такие вот резиночки мы купили для волос. Не помню, что это по цене. Потом купила я себе вот такой вот крем для рук. И ватные диски мы взяли. Так, дальше. Давай, давай, Ваня, мама покажет. Это одежда, костюм у него. На свое яблочко съешь. Что-то круто. Потом взяла я вот такие вот контейнеры для круп. Для организации. Два штуки. Взяла два горшка. Буду пересаживать орхидеи. Двойные вот такие вот. Очень хорошие. Дальше. Ну-ка, тихо. Кака, ходячая. У Вани сегодня приходил Дед Мороз. Да, Ваня? И вручил вот такой вот подарок новогодний для Ванюши. Ваня, тебе какой Дед Мороз приходил? Хороший? Да. Да, вот такой подарок получил Ваня. Также купила серую бумагу, чтобы краски печатать. К Егору в комплексе. Я сама буду Маш печатать. Это яблоки детям тут еще. Почему-то у нас три яблока. Нет, Ванька туда положил. А, Ванька обратно положил пакет. Я и думаю, что у меня три яблока. И взяла еще одну землю для орхидеи. Другую уже, чтобы смесь сделать. А что-то вот. Вот такие вот в целом все покупки у меня были, да, Ваня? Ваня, расскажи, Дед Мороз большой приходил? Красивый? Какой большой? Какая у него борода была? Большая, да, такая борода была. А Ваня был красивый? Ваня в костюмчике был? Да, вот такой подарочек получил. Давай, мама, откроет, посмотрим, что там. Откроем? Подожди, не надо. Что там у Вани внутри? Кулечек. А в кулечке конфетки, да, Ваняша? Тут чупачоксы есть, конфетки есть у Ванечки. Как у Марина только у Марина. Ну, такой же, как у Марина, только для мальчика коробка другая. Аккуратно, не упади. Так, что у нас здесь есть? Чука-пай. Ваня, подожди, мама сейчас даст. Подожди, еще один чука-пай. Подожди. Чупа-чупсы два. Держи. Ваня сам решит, кому. Потом милки-вэй конфетка. Тут какая-то бумажка еще внутри. Марс конфетка. Джин какие-то еще. Ну, тут, короче, конфетки разные. Почти все такие же, как мы. Других. Маш, подними, пожалуйста. Также здесь есть шоколадка-зебра. Оксана, ты будешь себе чупа-чупс брать или что? Нет, мама, надо у вас чупа-чупс. Ну, нету больше чупа-чупс. Марина, вот чупка. А тут остальные все шоколадные конфетки. Но в целом, такой кулек. Сейчас дам коробочку. Идите себе по конфетке, возьмите. Так, это давай я уберу. Найти, идите, выбирайте себе по конфетке сами. Вот такие вот в целом покупки были. Сейчас покажу, что у меня приготовил муж. А муж сварил вкусный борщ с куриными крылышками. Также он поставил варить картошку. И свеклу с морковкой для салата. Буду я делать селедку под шубой. Что-то захотели мы салатика поесть. А Света у нас пришла с маникюра. Тебе Свет вообще сама понравилась, как тебе делали? Скажи словами. Не хочет гореть. Сейчас я вам покажу, какой маникюр у нее сделали. Так, ребята, смотрите. Дай мне ручку. Вот такой вот у нее маникюр ей сделали. Гель лаком. Ука, большой пальчик. И там также, да? Такие же пальчики. Напишите, как вам. А что ты Светлый выбрала, неяркий? Не хочешь яркий? Ну, вот такой вот у нее маникюрчик. Ну, ей нравится. Вот такой вот у нее подарок получается на Новый год. Она меня просила маникюр сделать, я и сделала. Ильюша у меня уехал в Соликанс за подарками. И так, справочку надо еще взять в колледже у него там. Поэтому он там. Приедет завтра или послезавтра, не знаю. Егор, ты специально это делаешь? Взял и кину. Так что оставайтесь с нами. Я сейчас перекушу, потом надо заниматься селедкой под шубой буду делать. Если вам это интересно, то оставайтесь с нами. Все, научилась пользоваться принтером. Сижу дальше, печатаю документы. Копия сейчас покажу уже, какую кипу я на одного ребенка. Видите, такую кипу тут штук 15, наверное, листов сделала. И вот сейчас на второго ребенка еще делаю. Все документы потихоньку печатаем. Ой, господи. Завтра отнесу в садик. Сейчас, что удобно, то, что я сижу и дома. Мне не надо ехать ни в какой город, чтобы напечатать документы. Это классно. Только пока принтер не на удобном месте стоит. А так в целом все хорошо. И вот что-то я не пойму, почему он у меня по два листа берет всегда. Поэтому мне приходится вставлять по одному листочку, чтобы он печатал по одной копии. Хотя он, что интересно, берет по два листа, печатает одну страницу всего. Вторая страница чистая остается. Печатал. Да. Печатал. Я тебя не слышал. Да я не тебе, я на телефон говорю. А-а-а. Егор тут сидит в наушниках и говорит, я тебя не слышал. И вот сижу, печатаю дальше документы. Чтоб завтра мне в садик отнести. Чтоб мне не платить полную стоимость садика, а платить половину. У нас в конце года обычно собираю документы. Копии документов надо приносить. И все. И считайте, будет готово. Так, сейчас целую кипу бумаги вставлю, чтобы не париться вот так вот постоянно. Сейчас сделаю все копии, приготовлю и завтра отнесу. Решила ответить на ваш вопрос. Вы мне написали в комментариях, Настя, зачем ты перед Новым годом купила детям принтер? Ты что, сдурела, что ли? Ребят, это им принтер для школьников. Новогодний подарок. Подарок для моих, которые дома сидят. И также я взяла Ильюше тоже принтер в подарок тоже ему со Снежаной, чтобы они учились там, а в Соликамске. Им легче будет учиться. Они смогут делать проекты, они смогут делать уроки. Им для учебы он нужен. Ну вот я так посчитала. Это нужная вещь для учебы. Чтобы облегчить детям учебу. Можно так сказать. Потому что как что-то им печатать, приходится в город мотаться. Нам каждый раз в город мотаться, это проблематично. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Я посчитала нужным, что детям надо принтер. Поэтому не пишите разные ерунды. Да, я купила. И я нисколько не сожалею. Никакой принтер дешево не обходится. Даже струйный, который идет сбоку, жидкость, краски эти. Он тоже такой же дорогой. Так что в школу мы могли. Мы давно уже хотели, давно искали. И вот мне посоветовала, знакомая сказала, что у нас там дешево продают. Типа я купила. И я не сожалею. Дети довольны. Дети уже делают много на нем. Поэтому я довольна, что дети довольны. Значит и я довольна. Поэтому оставайтесь с нами. Постараемся после Нового года получше видео какие-то выпускать. Сейчас пока до Нового года суета ничего не снимаю. Поэтому простите меня, пожалуйста. Всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Муж разрезал мне мясо. Помните, что я в Соликамске брала одно кусочки. Я хочу его по пакетикам и убрать в холодильник. Потом на готовку пойдет. Также сварилась картошка. Завтра сделаем салат. Селедку под шубой. Можно также оливье сделать. А тут яйцо еще сварилось. Так что салатики приготовим на завтра. А мясо сейчас по пакетам и убираю в холодильник. Так, дорогие мои друзья, разобрала мясо. Вот здесь у меня получились ребрышки от мяса. Два пакетика с ребрышками где-то на суп пойдет. Самое то будет вкуснее дело. Вот это два пакетика. Это у меня чисто сало. Я хочу его оставить, чтобы перекрутить и фарш сделать. Ну, где-то с мясом буду добавлять. Вот это чисто мякоть. Два пакетика. Это на второй. Где-то жаркое сделать. Где-то что-то на гуляш. Ну, два пакетика таких вот с мясом. Сейчас все это приберу в морозилку. Вот такой вот, ребята, был немножко день. Вам показалось, что смогла. Сейчас у нас уже вечер. Буду укладывать малышей, баюшки, спать. Все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего. И всем говорю пока-пока.